Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юлия Прел. И в сегодняшнем видео мы с вами сделаем обзор на новую палетку от Too Faced, которая называется Teddy Bear. Мне очень повезло, когда я обнаружила, что на Мэйсис появилась эта палетка гораздо раньше, чем на Сифори или на сайте Too Faced. Еще одним плюсом оказалось то, что Мэйсис дали нам 15% скидку, и вместо полной цены 40 пунктов, 55 долларов она должна стоять в Сифори, я заплатила 38 долларов, то есть, ну, это реально очистимая разница. И купив эту палетку, я выбрала экспедиционную доставку, в общем, она приехала ко мне раньше, чем остальным. И, что очень смешно, как оказалось, через пару часов эту палетку убрали с продажи в Мэйсис, потому что якобы она появилась там раньше, но, как я поняла, она там не должна была появляться. Такое тоже бывает, получается, и я очень рада, что я приобрела ее именно оттуда. Вместо того, чтобы ждать, пока она появится в Сифори и так далее. В общем, эта палетка от Too Faced Teddy Bear продолжает серию милых тем, с которыми Too Faced постоянно выходит. Но эта палетка, она, как показалось многим, и мне тоже, она милая, но при этом в ней есть такая сексуализированная какая-то тема, которая видна. Первое, что я увидела, когда раскрыла ее, она очень маленькая, она супер маленькая, она вот буквально с мою ладонь. Если сравнить эту палетку с палеткой от Too Faced Pumped Spice, разница она очевидна, огромная разница, не так ли? Палетка пришла вот в такой упаковке, на ней очень милый мишка, это смотрится, опять же, очень мило. На обратной стороне мы видим состав и немножко о палетке, и здесь на боковой стороне мы видим цвета, что очень здорово, потому что я не видела ни разу, что бренд печатал на упаковке, какие цвета можно ожидать в палетке. Это круто. Итак, палетка это сделано в Италии, что круто, я люблю палетки, которые, ну, любой макияж, в принципе, который сделан в Италии, просто потому что я обычно могу определить, когда что-то сделано в Китае или в Италии, и поверьте, мне очень многие бьюти-блогеры просто обожают, когда что-то делается в Италии. По формуле этих теней, которую я посвочила и которую я вам сейчас покажу, палетка выглядит очень хорошо, прям действительно виден пигмент, видно, что тени, они, знаете, легкие по текстуре, они шелковые очень, шелковистые, но при этом, если захотеть, можно достроить их до гораздо более пигментированного варианта, и это здорово. Я извиняюсь, ребят, но я не вижу громовку в этой палетке, но я думаю, что если сравнить рефилы, которые я вам сейчас покажу, с палеткой Pumpkin Spice, то можно понять, что она просто, как будто, вы знаете, как мини-палетка в сравнении с этой, что, в принципе, и хорошо, и плохо, да, эта палетка, как мне кажется, гораздо более компактная, чем любая другая палетка Too Faced, и мне кажется, она будет здоровской попутчицей для путешествий. И в этой палетке, как можно видеть, представлена цветовая гамма розовая и цветовая гамма нюдовая, ну или коричневая, и мне нравится такое сочетание, это гораздо интереснее смотрится, чем просто палетка в коричневых нюдовых оттенках, да, когда есть вот такое вкрапление ярких оттенков, это как-то поднимает настроение, заставляет тебя быть гораздо более креативной, и мне это нравится. Мне кажется, дизайн этой палетки, он очень милый, все, знаете, в стиле Too Faced, это здорово, что любую тему, с которой они выходят, они делают супер милой, и очень много было слухов о том, что Too Faced может сделать это перманентной коллекцией, и продолжить тему с мишкой, ну не мишка, это вообще игра слов, кстати говоря, это не Teddy Bear, как мишка, это Teddy обнаженный, что-то вроде того, если я не ошибаюсь, интересно, интересная игра слов, однако, смотря на эту палетку, я могу видеть стиль Too Faced, это примерно 15-ая гамма, с которой Too Faced выходили и выходят постоянно, и, наверное, именно поэтому те, кто видел этот запуск, сказали, что я пас, потому что здесь нет ничего уникального, и я с этим соглашусь, возможно, да, это не такая прям уникальная палетка, как, например, Наташа Динона и ее цирк, но все-таки это Too Faced, а мы знаем, что Too Faced, они действительно хорошо делают вот такого типа нюдовые оттенки, какие-то обычные цвета повседневные, и сегодня я, кстати, решила сделать два типа макияжа, я сделала макияж в нюдовой, коричневой гамме, я не знаю, почему я говорю нюдовый и коричневый, в общем, в нюдовой гамме, и второй макияж он будет вот в такой розовато-красноватой гамме, итак, на глазах у меня уже имеется консилер от Dose of Colors, мы сегодня сделаем два лука с этой палеткой, в розовой и в коричневой гамме, и начать я, пожалуй, хочу именно с коричневой гаммы, я возьму свою кисточку от Бейли, это бренд с Алиэкспресс, кисточка с натуральным ворсом, начать я хочу с вот этого оттенка, если я не ошибаюсь, называется он Embarrassed, тени пылят, это сразу видно, я хочу нанести это на подвижное веко, оттенок этот сто процентов еле-еле заметен, и дальше я, наверное, возьму именно этот оттенок с логотипом Too Faced, я хочу нанести это сюда, очень красиво смотрится, естественный вид у этих теней, сразу же, кстати, если вы не любите, когда косметика ароматизирована, то, наверное, вам не очень понравится, как эти тени пахнут, потому что запах у них очень отчетливый, и мне нравится лично, когда тени ароматизированы, знаете что, мне очень сильно не нравится то, что я, когда использую эту палетку, мне нужно сопоставить, какое же название у этого оттенка, потому что здесь название оттенков, они расположены наоборот, то есть их нужно считать задом наперед, и дальше я хочу взять этот оттенок, гораздо более глубокий, называется он Fuzzy Vuzzy, И пока что скажу точно, эти тени, они супер шелковисты по своей текстуре, они очень юзер-френдли, то есть если вы только начинаете погружаться в макияж, формулы, то это, наверное, одна из самых легких, с которой вы будете работать, очень легко строится, мне это нравится, И я возьму этот же самый светлый нюдовый оттенок, чтобы осветлить немножко внутренний уголок глаза Сейчас я возьму тот же самый темный оттенок Fuzzy Vuzzy, с той же самой кисточкой Теперь самое интересное, это, конечно, шиммер, шиммеров здесь большое количество, и есть из чего выбрать Я, скорее всего, гораздо больше заинтересована в этом шиммере, он смотрится просто потрясающе Очень красиво смотрится, и шиммер красивый, и формула тоже хороша Тени, кстати, эти очень легко можно подкорректировать, то есть не оставляют никаких следов Немножко меня печалит, что здесь нет никакого серебристого шиммера, потому что это был бы идеальный акцент на внутреннем уголке глаза, ну да ладно И последний оттенок, который мне хочется использовать просто, чтобы немножко губить наш взгляд Это вот этот вот оттенок, который ты сейчас поняла, оказывается, это достаточно пигментированный бордовый оттенок Он определенно не для коричневого макияжа, поэтому я возьму другую кисть и возьму этот же темный оттенок Я использую кисть от Sigma номер Е45 Я буду использовать кисточку от Belly, чтобы чуть лучше растушевать то, что у нас имеется на глазах Последний штрих в этом макияже, это тот же самый темно-коричневый оттенок под названием Fuzzy Vuzzy И его я буду наносить на нижнюю линию роста ресниц Я использую, кстати, кисть от Raffer номер 03 И сейчас я нанесу немножко консилера, чтобы почистить зону под глазами, сделать натуральные реснички и вернуть к вам уже через секунду Ну что, ребят, наш макияж в коричневой цветовой гамме с палеткой от Too Faced Teddy Bear готов Мне абсолютно нравится, что я вижу, мне кажется, реснички делают свое дело в этом образе Потрясающий образ, и я считаю, это было очень легко сделать, очень легко сделать такой макияж Кстати-кстати, все, что я использовала в данном макияже, помимо теней, я обязательно напишу внизу в инфобоксе Поэтому да, теперь давайте перейдем к нашему второму образу, к макияжу в розовой гамме Ну что, ребят, перейдем к нашему последнему образу с палеткой от Too Faced Teddy Bear И в этот раз я решила использовать не консилер, а праймер от Urban Decay, мой любимый Я хочу начать, наверное, с того же самого оттенка, с которого мы начинали в первый раз Потому что он просто идеален для базового слоя светлых теней Называется он Gilda Bear, очень интересное название, конечно Унесу это просто на все века Оттенок, который вообще совершенно незаметен, если честно Следующий я возьму вот такую кисть от неизвестного мне бренда Называется он Firma, под номером 403 И я хочу взять, скорее всего, вот этот оттенок, который называется у нас Sharing is Caring Невероятно мило смотрится, потому что на нем изображен медведь И я хочу нанести этот оттенок на все века У него пигмент уже гораздо-гораздо лучше, чем у предыдущего Еще немножко возьму, чтобы затенить эту область Далее я хочу взять оттенок розовый, называется он Embarrassed Использую ту же самую кисточку Мне очень интересно, насколько оттенок будет пигментированным Да, пигмент очень-очень хороший, прямо-таки Мне нравится, как он смотрится, определенно Этот оттенок, как мне кажется, задаст нам настроение Ну, настроение макияжа, конечно же Потому что он должен получиться у нас очень милым Как сама палетка И далее я хочу взять, наконец-таки, этот потрясающий, красивый бордовый оттенок Называется он у нас Boop Я возьму кисточку от Sigma под номером Е25 Не 125, 25 Ясно, будет ли он ведь нить или нет Пока что мне все нравится Никаких проблем с растушевкой я не вижу Очень классно, что я могу достроить его до прям такого глубокого оттенка Потому что обычно такие оттенки, они могут быть Вот я помню, у Huda такие оттенки есть в предыдущих запусках Кстати, ребята, Huda с новыми палетками выходит Хотели бы вы увидеть обзор на них? Да, я тебе не знаю, потому что я смотрю на них Они реально классно смотрятся Но в них нет ничего необычного Сравниваю с ее Knit Obsessions У меня их очень много, вся коллекция Поэтому интересно будет ваше мнение Кстати, меня, наверное, больше всего заинтересовало из всех Toffee Палетка с желтыми оттенками, с преобладающими желтыми Вот, мне она гораздо больше понравилась Возможно, я ее даже возьму Что, я в большом восторге от того, как смотрятся эти тени Вау, и легко с ними работать, это самое главное Наверное, пришло время попробовать шиммеры Кстати, я совсем забыла сказать, что вот эти шиммеры Они примерно в такой же формуле, как тени у Huda в палетке Naughty То есть они как мраморные И этот оттенок мне гораздо сейчас больше хочется использовать Он очень пигментированный, очень классно он смотрится Я нанесу, скорее всего, его на середину глаза Они слишком пигментированные шиммеры Они прям идеальны на повседневный макияж И называется оттенок этот у нас Lace Teddy Легко наносится, достаточно кремовые для своей текстуры Одно удовольствие работать с ними На внутренний угол глаза я хочу нанести какой-нибудь оттенок Не очень темный, но при этом, чтобы он был в розовой гамме И этот оттенок, он будет идеальным для нашего макияжа в данный момент Называется он Press Pause Я извиняюсь Я возьму кисточку от Ruffer 02 Здесь он подойдет нам по цвету Да, это смотрится красиво и прямо идеально подходит к нашей цветовой гамме Которой сейчас у нас на глазах Я просто вбиваю оттенок в веки, нужно сказать И параллельно растушевываю его Что мне уже нравится, это то, что шиммеры не падают Они не осыпаются Это редкость И мне очень нравится, что это достраиваемая формула Сложно было выговорить это слово Знаете, я, наверное, хочу еще взять вот эту же самую кисточку от Sigma И немножко больше добавить этого бордового оттенка Потому что он у нас немножко потерял свою насыщенность Изо всех шиммеров Окей, последнее, что мы сегодня хотим сделать Это нанести, я думаю, вот этот оттенок Называется он у нас Gilder Bear Нанести хочу я его на линию роста ресниц Решил сказать всем привет Ну ладно, все, иди Что, ребят, наш легкий макияж в розовой гамме с палеткой Teddy Bear готов Сейчас я сделаю пару штрихов Сделаю реснички и вернусь к вам уже через секунду Вот так выглядит наш последний образ с палеткой от Too Faced Teddy Bear Мне, если честно, гораздо больше нравится именно эта цветовая гамма Я извиняюсь насчет ресничек, но я знаю, что они достаточно объемные, большие К сожалению, у меня нет других ресничек, которые я обычно использую Поэтому, да, в следующий раз это будет гораздо более натуральный эффект Так вот это все смотрится вблизи По-моему, очень красиво смотрятся оттенки вместе Знаете, идеальная цветовая гамма на каждый день Все эти оттенки в розовой гамме, которую я использовала, мне понравились Они хорошо тушуются, формула очень мягкая, шелковистая И мне кажется, что шиммеры в этой палетке, они тоже на самом деле хорошего качества Этот оттенок, я думала почему-то, что он будет не очень хорошо растушевываться Он будет залипать, но нет, он не пятнил ни разу И если вы хотите, при желании, можно достроить его и до прям такого хорошего, глубокого, насыщенного бордового оттенка Теперь, ребят, давайте сравним эту палетку с палеткой от Huda Beauty Очень многие, когда увидели, что эта палетка скоро выходит В комментариях у зарубежных бьюти-блогеров сказали сравнить ее с Huda Beauty Потому что она супер похожа на эту палетку Давайте сейчас покажу вам свотч, и вы посмотрите, насколько они похожи или нет Мне кажется, сравнивая две палетки Естественно, палетка от Huda Noti, она гораздо-гораздо более интересно смотрится Тут есть цвета на любой вкус И мне нравится это здесь же Ну, конечно, это гораздо более скучная палетка Что-то, что мы увидели уже, скорее всего Как вы, наверное, уже заметили, в обоих палетках можно увидеть схожую текстуру шиммеров с Huda'овской палеткой Noti Потому что они мраморные И в палетке от Too Faced можно встретить два таких шиммера с мраморной текстурой Но, если честно, по моему мнению, текстура шиммеров и мраморных у Huda, она гораздо интереснее, гораздо лучше И свотчится, и на глазах она гораздо более блестяще показывается Поэтому, ну, я думаю, что разница очевидна Вот мы и подошли к концу этого видео Если вы спросите меня, насколько мне понравилась эта палетка Уникальность есть в этой палетке Я скажу, что Too Faced делали замечательную работу с дизайном этой палетки Тем, что она также очень компактная Она не такая большая, как, допустим, палетка от Huda Или не такая большая, как палетка Gingerbread Но, если честно, за 45 или 48 долларов, сколько она будет стоить Это, мне кажется, не совсем адекватная цена за то, что вы получаете Мне кажется, что основной момент, который тут является ценным Ну и как бы входит в цену, да, можно сказать Это дизайн Миленький, мишка на упаковке И, в принципе, это все То есть ничего такого уникального, чего мы не видели, здесь нет Цветовая гамма этой палетки, она, мне кажется Интересная, но я думаю, что у каждого человека найдутся примерно такие же оттенки в их коллекции Я думала, что это будет что-то уникальное Потому что, когда я увидела пост на Трэкбуд, я такая Вау, какая классная палетка Наверное, мишка Вот милота и мишка, это то, что подкупили меня купить И могу сказать, что я довольна, что я купила Потому что мне нравится пополнять мою коллекцию Too Faced новыми какими-то выходами Которые реально заинтересовали меня Что-то миленькое В принципе, это то, к чему я тяготею Тоже любая девушка, наверное, к этому тяготеет И, в принципе, первое впечатление об этой палетке от Too Faced, оно хорошее Я буду еще тестировать ее дальше Знаете, еще что? Я последнее скажу, последнее, перед тем, как вы выключите это видео Это расположение самих рефилов То есть рефилы, они в разы, в разы меньше И я не знаю, вот ощущение было у меня пару раз, что я использовала какую-то игрушечную палетку А не палетку от Too Faced за почти 50 долларов, да Мне кажется, если вы коллекционируете палетки от Too Faced Если вы хотите пробовать что-то новенькое, что-то милое Что-то, что вы будете использовать каждый день То, мне кажется, это отличный вариант И мне будет, ребят, очень интересно узнать, что вы думаете по поводу запуска от Too Faced Тедди Берр коллекцион Который пока еще не вышел, только палетка вышла Зацепила ли вас эта палетка Или для вас это антихотелка Но я не буду прощаться с вами, ребят Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения Идеальных макияжных дней каждый день Ваша Юля Всем пока!